Всем привет! На связи Алексей Благих. Сегодня очередной урок по ТРИС. Он называется «Где в бизнесе применяется ТРИС?». Я буду рассказывать, где лучше всего, в каких сферах бизнеса, в каких бизнес-процессах ТРИС наиболее практичен, где он дает самые лучшие, самые сильные решения. Но, соответственно, также будет сегодня по традиции задача очень мощная. Но и расскажу вообще, когда стоит применять ТРИС. Поэтому, поехали! Первое. Многие считают, что ТРИС – это тяжелая артиллерия. То есть, это когда уже надо решать прям такие, знаете, супер-супер сложные задачи. И отчасти я согласен, потому что ТРИС позволяет действительно решать очень такие невозможные, нерешаемые, сложные, такие исторически сложившиеся задачи, проблемы, которые тянутся там годами, десятилетиями иногда. Конечно, по ним надо уже там стрелять из тяжелой артиллерии. И ТРИС как раз-таки такой прицельный инструмент, который позволяет точно стрелять и разрывать эти задачи, разрешать их. Но также, отчасти в ТРИС есть инструменты, которые позволяют решать и более простые задачи. То есть, не такие уж там супер-супер сложные проблемы. Поэтому, да, это тяжелая артиллерия, но у нее есть такая очень точная, точечная настройка, которая позволяет, в принципе, решать любые задачи в бизнесе. Тогда вопрос, когда его применять? То есть, берем ТРИС и понимаем, что вот есть сложная задача, мы, конечно, там через ТРИС прогоним и ее решим. Но если у нас задачка простая, так как есть пять этапов анализ задачи, мы сначала ее описываем, потом анализируем, выявляем противоречия, разрешаем их и внедряем. Бывает так, что задача, она такого слабого, я буду еще рассказывать об этом дальше, у нее нет необходимости, в ней даже бывает часто не сидит противоречие. Тогда искать нечего, она разрешается в лоб. Соответственно, в ТРИС, благодаря вот этим пошаговости, системности, можно решать задачи как самые-самые сложные, так и самые простые. Просто они решаются гораздо раньше. На первом этапе даже иногда описание, на втором на анализе прям решается очень-очень много задач простых. Но, соответственно, если что-то не пошлось, и что-то мы не знаем, что тут, как еще решить, мы погружаемся глубже, и там уже инструментами ТРИС другими, которые позволяют копнуть сильнее, разрешаем уже более серьезные задачи. Так что, когда вопрос, когда применять ТРИС, об этом сейчас я как раз и буду рассказывать. Первое, это когда не хватает времени. Ну, вот предприниматели, большинство меня понимает, что вот сколько ты быстрее не беги, сколько там, как белка в колесе не крутись уже, но быстрее уже не получится. И в сутках время ограничено, и физические ресурсы, да и изматываемся постоянно. Поэтому, вот в данном случае, когда вот все уже прям зарылись сильно в процессах, не знаете, что делать, в этом плане ТРИС как раз помогает разгрестись, четко понять вектор, куда идти, траекторию выстроить, развитие. Соответственно, убрать все лишнее, освободить свое время и уже решать только то, что приводит к результату. Второй момент, когда вот уже все старые системы, вы уже всему обучились, я уверен, вы прошли много тренингов, и вы, соответственно, знаете в своем бизнесе практически все, или даже все. Вот, но старые вот эти все принципы, они перестают работать. Почему-то там не растет дальше, не растут продажи или падают, или реклама старая перестала работать. Вот, когда уже старые-старые методы все уже испробованы и не работают, здесь, конечно, ТРИС приходит на выручку и помогает найти сильные новые решения, вообще с тех сторон, с которых раньше не смотрели, потому что это все-таки мышление. И вот, когда мы смотрим по другим углам, мы находим совершенно другие решения. И третье, это когда бизнес уже находится на грани, когда уже просто не знаешь все, ну, чем заниматься дальше, там падают продажи, но при этом хочется развивать его дальше. То есть одно дело, если все, уже бизнес неинтересен, другое дело, если хочется им заниматься. Буквально сегодня разбирали одну задачу с предпринимательницей, как раз у нее такая ситуация, и нашли совершенно неожиданно новое решение, которое ее так увлекло, и она, соответственно, этот свой бизнес по обработке камня будет развивать дальше уже с локального уровня, даже на международном, мы простроили траекторию, как это можно развивать, как на этом можно хорошо зарабатывать. Поэтому, когда вот бизнес уже находится, прям все на грани, все уже плохо, здесь, конечно, ТРИС тоже помогает выстроить четкое понимание, как двигаться дальше, как из этой ситуации выйти. И во всех остальных случаях тоже, потому что, ну, когда мы доводим до того, что мы измотаны, либо когда у нас там бизнес уже на грани, соответственно, мы не знаем, что делать дальше. Или когда все уже старые методы испробованы, это уже такие, знаете, крайние ситуации. Поэтому, чтобы до них не доводить, рекомендую прям все любые проблемные ситуации, возникающие в бизнесе, прогонять сразу, в самом начале, потому что пока там все это не ушло вглубь, не там не закоренилось, то есть, на решить все это гораздо легче, и последствия будут всегда меньше, нежели если мы откладываем проблемы на потом. Поэтому использовать ТРИС постоянно, мыслить через ТРИС постоянно, это всегда помогает решать задачи. Так вот, теперь я говорю о том, что вообще где лучше в бизнесе применять ТРИС, что будем ТРИЗить, потому что, ну, есть такой глагол ТРИЗить, вот, если мы, ну, то есть, вот так просто сесть, вот как предприниматель, наверное, картинки задач всегда много, а к чему двигаться, вообще, ну, где лучше всего-то применять ТРИС, вот здесь как раз мы об этом и поговорим. Первое, это любимый всеми маркетинг, кто-то говорит маркетинг, неважно. Вот смысл в том, что, когда мы делаем рекламу, когда мы уже все поперепробовали, когда нам нужно что-то такое совершенно новое, найти новый подход к нашему потребителю, привлечь его, соответственно, ТРИС помогает решить эти вопросы, найти новые нестандартные решения, абсолютно нестандартные, в тех же самых ресурсах, которые уже у вас есть. Не придумывать, там, знаете, дорогие решения, не придумывать, там, дайте мне, там, 100 миллионов долларов, или дайте мне миллион долларов, и я завалю всех рекламой. Это уже не работает. Уже даже крупные бренды постепенно сворачивают эти бюджеты. Зомба-маркетинг, когда все заливалось, там, деньгами, и везде была реклама, он уже постепенно отходит. Соответственно, нужны совершенно другие механизмы решения. ТРИС позволяет как раз в маркетинге найти инструменты для вашего бизнеса, вашей ситуации, с вашими ресурсами. Второе, это продажи. То есть, один еще, это продажи, это ключевые, ключевой момент в бизнесе. Соответственно, без продаж нет результата. Вот, поэтому, когда буксуют продажи, когда там в отделе продаж, мы пытаемся что-то улучшить, и это все приносит какие-то небольшие результаты, или крохи, или вообще не приносит результатов, то, соответственно, берем ТРИС, берем принцип идеальности. Кстати говоря, идеальный маркетинг, или идеальный маркетолог, которого нет, но его функция выполняется. Соответственно, отдел продаж тот же самый. Я чуть раньше рассказывал пример, как мы взяли отдел продаж, изменили его целиком, изменили бизнес-процесс, и, соответственно, получили удвоение выручки. Это так работает ТРИС, и тут, когда мы пытаемся просто выжить последнее, что-то из отдела продаж, то эта система уже себя изжила, ее нужно менять. И ТРИС позволяет найти здесь как раз-таки решения сильные, мощные, которые позволят поднять продажи. Третий момент – это управление. Это управление персоналом, это управление бизнесом, процессами. Везде, где требуется управление, управленческие решения, или организационные решения. Потому что чаще всего есть там конфликты, они либо между людьми, это противоречие, бывает между отделами, бывает между компаниями, или между клиентом и компанией. Везде есть противоречия. Соответственно, когда мы находим их и разрешаем через ТРИС, мы решаем тем самым управленческие задачи бизнеса, которые, ну, казалось бы, вообще-то тоже можно было бы не знали, как решить. Вот просто есть проблема, и все, все уже смирились с ней, ну, пусть будет так. А на самом деле, если прогнать ее через ТРИС, применить принципы ТРИС, и, соответственно, разрешение приходит, то есть приходят уже такие идеи, которые удивляют многих, и когда вы их внедряете, у вас решаются многие вопросы, связанные с управлением в бизнесе. Это приводит, соответственно, к росту той же выручки, прибыли, то, что является ключевым для бизнеса. Еще один момент, это производство. Так как ТРИС изначально, конечно, технический был, то здесь можно еще и улучшать и оборудование, какие-то такие вносить, ношество. Но больше я говорю здесь про организационные процессы в бизнесе, процессы в бизнесе, когда у вас есть производство, и когда от него зависит сильно бизнес, ну, допустим, у вас там мебельная компания, или вы там потолки делаете, то есть в любом случае, если у вас есть какой-то цех производственный, на нем, в нем тоже есть какие-то определенные процессы, которые идут не всегда гладко. И вот благодаря анализу, через ТРИС можно выявить те самые противоречия, разрешить их внутри производства, тем самым повысив его эффективность и, соответственно, повысив эффективность бизнеса в целом. Также есть важное дело, это оптимизация и снижение издержек, потому что ТРИС предполагает использовать те же самые ресурсы, что у вас уже есть, часто это вообще то, что вы не замечаете, я не знаю, выбрасывают часто даже это люди, а это можно применять для решения текущих задач, тем самым снижать издержки. Также вот когда мы там что-то на производстве поработали, какие-то процессы оптимизировали, все это приводит к снижению затрат. То есть можно постоянно повышать там продажи, повышать прибыль, но если при этом у нас растут и сдержки, а не снижаются, то у нас, соответственно, и бизнес-то толком не растет. У нас по-прежнему там, ну, не знаю, у нас там прибыль, например, выросла на 10%, и затраты выросли на те же 10%. Соответственно, результат будет не тот, который мы хотим. Поэтому всегда важно прогонять также вот эти моменты по оптимизации, по снижению издержек. И ТРИС здесь также очень хорошо подходит. Для креатива. Многим нравится там креатив, придумывать что-то новое. Для многих это вообще такой интересный, любимый процесс, развивается воображение. Вопрос, что все-таки креатив должен быть применим, и, соответственно, в ТРИС есть специальные задания, как сказать, упражнения, которые позволяют развивать вот креативное мышление. Я их тоже дальше буду показывать. Потому что бывает, что нужно придумать там что-то совершенно новое, нужно раскачать свое воображение, раздвинуть свои рамки. И, соответственно, здесь в ТРИС есть очень классные механизмы, позволяющие это сделать и найти новые креативные решения, которых раньше, в принципе, не существовало. Также есть еще важный момент, это проверка бизнес-идей. Потому что часто в бизнес мы думаем, так полетит, не полетит. Или мы, допустим, уверены, что вот, это всем надо. ТРИС позволяет заранее еще в голове, через мышление прогнать эту идею, донести ее фактически до потребителя, посмотреть, какие там будут реакции, все это в мысленном эксперименте провести. Есть специальные инструменты для этого. Тем самым, оценив свою идею, бизнес-идею с разных сторон. Не только там, спросив у родственников, у друзей, но еще и, соответственно, самому предсайту, как это идет, общение с клиентом, соответственно, какие есть минусы у идеи. Потому что часто, когда мы придумали бизнес-идею, мы думаем, что все, она идеальна. Но, когда мы ее прогоняем через ТРИС, находим, где есть противоречия, где что и стоит дотянуть, допилить, докрутить, и уже тогда можно ее будет тестировать, заранее просто избежав каких-то дополнительных затрат на тестирование. Что еще? Куда еще? То есть, это же не весь список. Соответственно, ТРИС можно применять практически для всех задач, где есть проблемная ситуация, где есть любая проблема. То есть, проблема это часто либо что-то недокрученная задача, то есть, где-то что-то не доделано, либо где-то внутри сидит противоречие. Соответственно, берем эту задачу, анализируем, смотрим, какой лучший инструмент ТРИС сюда подходит и применяем для решения проблемы. Поэтому, где еще применять ТРИС? Везде, где есть задача, везде, где есть проблемная ситуация. Еще очень важный эффект дополнительный от ТРИС, который возникает, когда решается какая-то одна задача, находится сильное решение. К примеру, в маркетинге мы нашли сильное решение. Это влияет сразу и на продажи. Продажи влияют на производство. Производство, соответственно, влияет на управление и так далее. То есть, когда мы, решив какую-то одну задачу и найдя простое, сильное решение, сразу идет такой ком, мощный ком сверхэффектов от ТРИС, который позволит разрешить много-много-много проблем, которые до этого тоже казались там неразрешимыми. Они просто автоматически решаются, потому что мы нашли какую-то главную, ключевую причину, которая сидела внутри вот этого противоречия или какой-то нежелательный эффект, который возникал. Мы его устранили, соответственно, пошла цепная реакция. Вот это и есть эффект, мощный-мощный эффект ТРИС, который такой синергетический эффект, который возникает, когда мы решаем противоречия, когда их разрешаем. И по традиции задача, задача я узнал от своего, одного из своих учителей, от Сергея Фаера, непосредственно он работал в крупный, проводил тренинг в крупной такой корпорации, не буду назвать какой. Смысл в том, что они разрабатывали систему этой корпорации, такую для всей, для огромной-огромной своей компании, KPI, в которую вложили несколько миллионов долларов, заплатили международной компании, то, что она все это разработала для них. И вот, уже фактически финальное утверждение, и на 4 часа в Москве собрали порядка 20 топ-менеджеров, у которых зарплата просто каждый час измеряются огромными деньгами, их собрали, чтобы они окончательно проверили эту систему, и убедились, что все, ее уже можно внедрять. И вот перед Сергеем Фаером стояла задача, каким образом за 4 часа протестировать эту систему, каким образом, то есть, собрались такие умные люди, все вот эти топ-менеджеры, это очень умные люди, они эксперты в своих областях, соответственно, они хорошо знакомы с этой системой КПИ, Сергей, естественно, он с ней не знаком, потому что он ее не разрабатывал, но его задача сделать так, чтобы эти эксперты максимально глубоко за эти 4 часа проработали всю эту систему, и точно подтвердили, что либо она действительно подходит, либо они нашли в ней какие-то изъяны. Эту задачу мы дальше разбираем в закрытом клубе ТРИС, соответственно, там будут, я буду там поддерживать, помогать, направлять вас, поэтому решаем задачу, пишем свои идеи, каким образом можно бы так за короткий срок взять и проанализировать огромную такую систему КПИ, которую разрабатывали там несколько месяцев, вложили в нее огромное количество денег, и, соответственно, большая ответственность за то, что ее сейчас внедрять. В следующих уроках я дальше буду рассказывать также о ТРИС, о задачах, которые он решает, и буду показывать инструменты, которыми это можно все решать. Поэтому до встречи в клубе, до встречи на следующих уроках, спасибо вам, до встречи.